50 спальных мешков и 160 непромокаемых тёплых сидушек отправят в составе гуманитарной помощи в зону СВО. Депутаты Верховного хурала с начала специальной военной операции поддержку оказывают не первый раз. Планируем ещё направить бараньи шкуры. С самого начала спецоперации в Верховный хурал мы ежемесячно собираем сбор денег в размере 5 тысяч. Уже с прошлого месяца по 10 тысяч собираем. На прошлой поиске депутаты приобрели три подавителя и тронов. Они переданы командирам взводов наших войсков. По сильную помощь сегодня оказали и ветераны Министерства внутренних дел. Совет ветеранов и первичные организации своими силами собрали более 270 тысяч рублей. Ветераны Министерства внутренних дел летом провели акцию поддержку наших ребят ВСОО. Собрались более 30 первичных ветеранской организаций. Каждая ветеранская организация выносила свою долю от чистого сердца. Мы постарались придержаться к их просьбам, к их пожеланиям. Мы купили бензопилу, квадрокоптер, ну и ряд других вещей. Ну, хоть это поможет согреет наших ребят, а то поможет. С такой целью мы собрали и отправляем. Отметим, что гуманитарная помощь формируется по заявкам самих бойцов среди самых необходимых технических средств и теплые вещи. Мы будем отправлять гуманитарную помощь как мирному населению ЛНР, ДНР, так и для наших бойцов по адресным заявкам. Также мы планируем отправить технические средства, это две автомашины. Ну, вот здесь вот мы видим у нас в гуманитарном грузе это теплые вещи есть, ну, потому что все-таки зимний сезон, да. Кроме теплых вещей, это, конечно же, обогреватели, автономные дизельные генераторы и технические средства. Технические средства – это наиболее востребовано, они всегда нужны. 396 экземпляров книг передает Тувинский государственный университет Донецкому национальному университету экономики и торговли. Учебный материал предоставляет в рамках подписанного соглашения. Мы уже передавали ему книги, наши тувинские книги, наших ученых, журнал «Вестник» Тувинского государственного университета. Сегодня мы передаем часть учебников, в том числе по экономике, по психологии и также передаем книги, это ученые записки нашего Тувинского института гуманитарных исследований, передаем журналы нашего «Вестника» Тувинского государственного университета. Кроме этого, мы планируем дальнейшее сотрудничество с данным университетом. Донецкий национальный университет экономики и торговли, практически все его учебные корпуса были разрушены. Последний корпус был разрушен, по-моему, 6 августа 2023 года. И у них учеба сейчас практически вся ведется дистанционно. Планируется, что 20-тонная грузовая машина с гуманитарным грузом в зону СВО отправится уже завтра, 22 ноября.